Всех приветствую в эфире Кровав ТВ, напоминаю наш партнер медицинский центр призма и мы благодарны нашим спонсорам подписчикам на патреоне сегодня в моем эфире владимир воля здравствуйте здравствуйте давайте начнем с тема которая наверное будет определять все наши эфиры на ближайшие десятилетия это конечно же американо-китайское противостояние что-то там и меняется держится ли все в таком же духе вежливой ненависти друг другу или же есть какие-то подвижки на самом деле ситуация происходит в том же в том же стиле какие-то заявления ограничительные меры со стороны США в отношении Китая в ответ китайцы реагируют либо зеркально либо угрожают какими-то ответными действиями это конечно не тот стиль как про последнее китайское предупреждение во время корейской войны в этот в этот раз мы видим Китай стал могущественным государством и против ряда должностных официальных лиц сенаторов США введены санкции это зеркальные санкции в ответ на то что вводили за Сенган США ну и кроме того да продолжается обмен вот этими громкими обвинениями заявлениями но по большому счету каких-то особых новостей на так сказать на фронте китайско-американских боданий пока что да нету холодной войны пока нету пока вот эти обильные заморозки и по большому счету китайцы что только рапортует что приток иностранных инвестиций у них увеличивается юань улучшает свою позицию в корзине международных резервных валют ну и всячески показывает как страна выходит из карантина успешно развивается что касается кстати Китая вот вчера знаменательная можно сказать дата была в этот день 16 августа Мао Цзэдун провозгласил курс большого скачка политику большого скачка если говорить о том как она связана с нынешним Китаем то нужно вспомнить что политика большого скачка привела к этой народной металлургии когда объединяли кооперативы или колхозы по-нашему да они во дворах плавили этот чугун низкокачественный когда все боялись возразить Мао и давали валовый продукт потом начали точно так же действовать увеличивать сборы сельхозпродукции в том числе за счет реквизиций откровенных обрекая людей на голод ну и вот компания объявим войну природе мы же победителями урожая то есть вот это все было но после этого была же оттепель Мао хоть и большие репрессии устроил чистки в отношении тех кто пытался сказать народ голодает что мы это все неправильно делаем но в итоге Мао решил отойти и финал этой кампании он фактически был предвестием тех реформ открытости тех реформ открытости которые мы видим как в Китае в последнее время дали всходы урожая обильный для ликвидации устранения последствий большого скачка по управлять экономикой Мао Задун назначил двух человек в том числе Дэн Сяопина и вот эти слова про то неважно какого цвета кошка главное чтобы она ловила мышей прозвучали в то время кстати после этого Мао отомстил и Дэн Сяопину и Лю Шао Ци за вот этот экономический как бы разворот и успехи была культурная революция но Дэн Сяопин остался жив после нее и Мао перед смертью приказал вернуть его к управлению страной и в итоге начались эти реформы вот знаменательный день ну а что касается вообще событий нынешних в Китае то Китай это показатель как раз того что закрытость экономики и то о чем многие говорили с коронавирусом что снова будет национальная экономика суверенная да в каких-то границах локализация ограничения производства все это уже было очень жесткой форме пример Китая в итоге Китай стал одной из двух доминирующих мировых держав благодаря как раз реформам открытости то есть привлечение иностранного капитала заимствование опыта глобализация стала инструментом китайского возвышения поэтому вот никто не откажется глобализации не будет никаких суверенных экономик пандемии или нет и сегодня вот прочитал что Китай в декабре выпустить начнет продажу новых вакцин кстати по поводу цен чтобы я отметил там переводят каким-то образом с юаней в доллары так вот это некорректная система рассказываю случай чисто такой практичный друг в Китае история была лет десять назад живет там работает и что-то разговорились в Украине носки китайские да там что-то было семь восемь десять гривен он говорит ты представляешь я в Пекине такие же носки покупал в пересчете на наши деньги за шестьдесят гривен то есть это вот вот эти вот кривые зеркала некорректности обменных курсов обменный курс это отражение спроса на ту или иную валюту в тех или иных странах и этот спрос зависит очень многим фактором поэтому то что вакцина китайская будет стоить сто пятьдесят долларов две порции да вакцинация в два захода я думаю что это цифра цифра некорректная она может кого-то отпугнуть я думаю что все будет намного дешевле ну а что касается вот событий в Китае то я в прошлый раз и говорил что вот 2020 год такая межада получается в геополитике вот обнуление окончательные как бы прежние эпохи слом слом эпох вот он выглядит жестко брутально мы видим что на ближнем востоке тоже вот эти процессы не неожиданные или не совсем неожиданные для кого-то со взрывом в бейруте то есть это как минимум политическое землетрясение в ливане вызвало станет ли ливанская нестабильность внутриполитическое фактором для какого-то большого салюта трампу ближневосточного да перед выборами осенью сентябрь октябрь вот пока что вопрос потому что на ближнем востоке складываются для этого все вот эти все все компоненты для того чтобы произошел некоторый некоторое такое обострение салюта нестабильность вливание внутри политический кризис может стать одним из таких факторов плюс мы видим вот эти предварительные договоренности между израилем и эмиратами при так сказать при давлении сша определенным да вот они могут привести к тому что кто-то на этом сыграет недовольствие палестинцев на этих всех договорах и ситуация может сдетонировать но конечно же сейчас главный как более важный более важные события вот этого ослома эпох проходят в белоруссии они затрагивают напрямую как раз российскую федерацию а китай разве не затрагивают китай не затрагивают потому что у китая несколько другая система может быть белорусский сценарий когда-то в китае каким-то образом модифицированном виде и будет использоваться но не в ближайшие 10 лет а вот беларусь она знакова в том смысле что это вот два острова бывшего советского союза где присутствует широко присутствует и взращивалась это постсоветское мировоззрение до антимайданное мировоззрение широко культивировалась эти майданная информационная политика демонизация всего что связано и вот мы видим что в белоруссии протест обрел другую специфику и в этом одна из его особенностей поэтому я думаю что что происходит в белоруссии это некоторое некоторый тревожный звоночек для россии потому что ментально схожая и мы увидели что теперь в белоруссии при отсутствии какой-то прозападной влиятельной оппозиции появился вот такой масштабный протест а протест появился из-за чего три факта я вижу три причины во первых то что то что происходит смена поколений неумолимо да приходит другое мировоззрение второе это эти карантины всемирные они привели все-таки к ухудшению экономической и социальной ситуации и третье то что россия пыталась поиграться в эту карту более лояльного которого как кого-то в белоруссии поставить тоже бы парыка а лукашенко использовал вот эту карту антироссийскую для того чтобы остаться и в итоге что мы увидели мы увидели что да а вроде бы выборы прошли политическая оппозиция недовольна запад возмущается и вышли бы они походили бы они два-три дня со всем этим но тут в этой взрывоопасной смеси происходит произвол силовиков то ли он санкционирован лукашенко то ли они сами по себе это делали то ли кто-то играл в произвол силовиков для того чтобы раскачать ситуацию и чтобы скинуть лукашенко назначить новые выборы без лукашенко на которых однозначно победит кто пророссийский выборыка поэтому вот все это было бы ничего если бы не этот беспредел то есть эту лукашенко усидел бы оппозиция это мелкая разгромленная она бы повозмущалась походила маленькими митингами но то что зацепили простых работяг вот это стало главной особенностью нынешних событий все вот эти попытки рассматривать белорусские протесты события с точки зрения что это россия и запад это все простите фигня там на самом деле когда начали хватать всех подряд лупить всех подряд на улице они плюнули в душу работягам поэтому мы увидели вот этот массовый протест разобастовали государственные предприятия люди вышли на протесты те которые далеки от геополитики она им до лампочки да понятно что оппозиция анти лукашенко вская прозападная пыталась этим делом пользоваться это ж надо такой подарок да бастуют предприятия и обратите внимание на требования протестующих на эти плакаты мы не овцы мы не были дла мы там еще не как это разве требования это подождите это этому это лозунг до лозунги да то есть плаката и главное требование первое остановить освободить всех кого задержали наказать всех кто задерживал избивал незаконно и компенсации пострадавшим эти кстати требования в первую очередь озвучивают лидеры оппозиции потому что если они будут в первую очередь озвучивать досрочные выборы то часть вот этого протестного запала она очень быстро истощится люди вышли не за не только за лидеров оппозиции а не столько из-за выборов сколько из-за этого произвола и в этом уникальность ситуации если проводить параллели с россией то там тоже происходит смена поколений как бы там ни было какой бы ни была пропаганда приходят новые поколения в жизнь с другим мировоззрением это первое второе эпидемия тоже ударила по социал по экономическому социальному самочувствию многих жителей российской федерации ну и третье если в россии где-нибудь случится вот какой-то произвол который заденет простых работяг то они выйдут точно так же им плевать на геополитику и вот как раз вот эта особенность белорусского протеста она и является вот этим звоночком что все игры что вас захватит запад или вас захватит россия для большинства жителей белоруссии они не были близки но тем не менее вот нашли чем зацепить за живое и разбудить этих людей уличной активности но владимир если геополитик если этим людям плевать на геополитику это еще не значит что геополитике плевать на этих людей все-таки какие возможны дальнейшие сценарии развития событий потому что допустим даже если протестующим ну удастся по максимуму все свои требования вплоть до отставки лукашенко и досрочных выборов там без него кто победит и какие будут последствия у беларуси от этого ну тихановская которая вот оказалась случайным человеком во время выборов да вступила на пост вместо мужа заняла вместо своего мужа я говорил что это политика одного политического цикла скорее всего так и будет потому что когда освободят всех тех кто были кандидатами когда будет возможность участвовать в выборах многим кандидатам и тем кто были пытались быть кандидатами в этот раз и те кто с предыдущих выборов в том числе представители национально-демократической этой всей тусовки до прозападной оппозиции грубо говоря вот будет другой набор соревнующихся и соответственно будет другой расклад кроме того я не исключаю что в ходе этого протеста выдвинутся еще люди новые лидеры которых в общем то мы пока еще не видели и в итоге будущее беларуси будет определяться окончательно определиться как перечень потенциальных соискателей на занятия поста президента в случае новых выборов то есть после того как до назначения на новых выборов непосредственно дойдет делать сейчас тихановская там говорит что она готова на переходное время там исполнять обязанности национального лидера но как она может их исполнять понимаете страна убрать этот протест против насилия она разделена она разделена на три а то и на четыре части электорат так вот оптимальным для беларуси и вероятным выглядит следующий сценарий мы видим что лукашенко понял что он плюнул в лицо работягам и теперь он с этим ничего не может сделать для лукашенко тихановская это неплохой вариант для лукашенко и и союзных к нему союзнических к нему кандидата висел тихановская вот как переходный период до как лидера позиция на оптимальный вариант а если еще и усадить на время подготовки к выборам в президентское кресло то это человек который абсолютно некомпетентен в вопросах управления вместе с этой командой так шутку называю три бабы до клика трех клика в китае было там это вот тихановская дверь и помосят и которые по митингам ездят так вот они выгодны для лукашенко и властной элиты белорусской в качестве выгодны тем что в это время можно без опаски без оглядки на компетентных руководителей компетентных смысле госуправления технологии правленческих и наивных политики правильно провести переход поэтому да я думаю что после саммита есть начнется новый этап консультации относительно того как вывести белоруссию из этого внутриполитического кризиса лукашенко озвучил изменения в конституцию да я перед выборами еще в одну в эфире одного из телеканалов не помню с вами мы говорили или нет что в общем-то для белоруссии может быть вариант времени после выборов а сразу после выборов изменений когда аналог медведчуковской конституции как в 2004 году в беларуси то есть полностью изменяется система власти баланса властей в беларуси распределения полномочий и появляется парламентская активная жизнь в которой участвуют оппозиционеры то есть таким образом оппозиция получает возможность делать все что хочет выступать и озвучивать свои идеи как в украине понятно что беларусь будет пребывать иногда в состоянии такого знаете постоянного кризиса политического говорильни как мы видели по примеру украины ну а по большому счету победить на президентских выборах скорее всего сможет некий кандидат на которого сделает ставку лукашенко и россия я не исключаю что это может быть кто-то из бывших министров и тот же премьер-министр сергей румас который вроде бы позитивно отозвался об этих негативно отозвался на сизии против протестующих но это не значит что он для лукашенко как преемник не подойдет поэтому вот несколько месяцев будут консультации формате лукашенко запад россия относительно того что будет как белоруссия будет выходить из этого тупика внутриполитического из этого кризиса какой будет алгоритм выхода и какой будет новый формат подождите владимир немножко не панел все-таки какой основной вы прогнозируете сценарий развития событий то есть получается что ну не будет никакого насильного свержения власти то есть протесты не станут иметь насильственный характер не будет никаких штурмов зданий а скорее всего просто начнется вот действительно политический процесс между лукашенко и европой и россии по поискам определенного компромисса но лукашенко в целом останется конституционным президентом и как же быть с тем что европа не признала его нет ну давайте начнем с последнего лукашенко то все равно признала его европа сейчас или не признала в любом случае пускай и он и исполняющие обязанности но его не отстранял никто от должности президента а поскольку результаты выборов даже если предположить что они спорные и оппозиция требует новых выборов да то есть никто не знает какие на самом деле были результаты выборов все подозревают что да была какая-то фальсификация масштаб этой фальсификации не можно оценивать по-разному но сейчас для всех том числе для запада почему он в целом запад занял такую достаточно умеренную позицию хоть и жесткую жесткие такие выражения используют но тем не менее все хотят понять увидеть результат как он есть запад предлагает давайте мы наблюдатели это бсе направим да проведем по новой выборы какой результат будет такое будет понимаете поэтому вот главное чтобы понять какой результат и кто победил тот победил если окажется что лукашенко победил запад будет дальше работать с лукашенко а почему лукашенко пойдет на такой сценарий а вопрос в том вопрос в том что лукашенко лучше всех знает что было с этими выборами на этих выборах да во время голосования насколько была большая или маленькая дата и лукашенко сейчас еще не сказал не принял окончательного решения как мне кажется он сейчас принимает решение по мере развития ситуации говорится по этапам да вот по попытка оттянуть растянуть этот протест до попытка по отпускали всех тот снизить градус протеста уменьшить количество протестующих попытка перевести весь процесс в другое политическое русло то есть это обсуждение новой конституции то есть лукашенко маневрирует и тут закладывая идею новой конституции он закладывает себе некий временной условно гарантированный период в течение которого он еще будет при власти и будет в общем-то контролировать создание новой властной конструкции для беларуси вот что сделал весь этот все это возможно будет но это будет сколько это будет длиться я не исключаю что это может растянуться на до нового года с возможными новыми выборами в беларуси в начале следующего года а возможно референдум достаточно быстро подготовят понимаете тут будет я думаю что решение будет приниматься исходя из множества факторов то есть насколько улеглись протесты насколько вот вот эта часть которой работяги да они остыли то есть уменьшается протестная база вот это по факту который пользуется лидера оппозиции как я сказал лишь первую очередь что на митингах говорят вот освободить наказать и компенсировать а потом уже новые выборы президента вы понимаете поэтому если они время 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 работает время остужает любые страсти первое второе дальше по мере того как будет ситуация развиваться с протестами будет понятно как складывать будет складываться ситуация с переговорами и каким будет этот временной лаг для лукашенко но вот вы говорите какой смысл лукашенко и а на самом деле вот если он увидел что против вот такой протест его для него на самом деле есть такой интересный вопрос да он говорит что только 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 мертвым я можете меня отсюда там или как он подсказал но можно и так так сказать что только можете меня убить тогда я перестану президентом так вот смысл кем он войдет в историю вот если сейчас после этих протестов он уже выступал на митинге да он там увещевал вспомнил белорусам все вы просили за 20 долларов зарплату я вам ее дал вы там просили я не допустить развала страны я не допустил там начал перечислять все что он сделал сам себя хвалить начал им грозить этим работягам что и что любопытно и начал еще угрожать что если кто бастует то держите их на работе да пускай идут рабочих и так по год переизбыток благодаря тому что я такой добрый вот этот кстати фактор работал как раз против лукашенко вот у меня вот вопрос кем уйдет лукашенко войдет в историю сейчас вот для него наступает оптимальное время уйти и сказать вот смотрите вот эти вот вот они виноваты в том что будет дальше с белоруссию вот мое время когда я руководил вот все было хорошо вот было можно сказать что-то подобное золотой эпохи да условно постсоветской для белоруссии а теперь я ухожу сажать саджать дерево там что там бульбуры там косить а вы тут давайте показываете вот она бесславная эпоха грубо говоря поэтому вот есть смысл кем уйти или до конца цепляться когда вот такой протест у меня и сложилось впечатление что лукашенко либо сам в параллельной какой-то реальности живет либо эту реальность либо эту реальность он сам создает все исходя из конвентурных каких-то соображений поддакивают ему либо это часть окружения создает для лукашенко эту реальность потому что вот так угрожать работягам да которые вышли всего-то против произвола и оппозиции этим пользуются а лукашенко грозит ну бастуют они значит увольняйте пускай идут бастуют но вы понимаете это как это не грози южному централу или что там 13-му району там это вот гарлемская культура да вот не грозите простому рабочему люду иначе будет это плохо не провоцируйте тех кому политика это не слишком интересно не провоцируйте их на политические протесты а лукашенко вот пытается задеть задеть вот тех людей которые без этих бы без этого произвола они вышли бы на протесты и ходила бы как я сказал оппозиция это тихановская сидела в литве оппозиция ходила об этими по нескольку тысяч человек акциями протеста так что вышли предприятия ну и еще что вот по поводу кандидатов то есть я продозирую так что будет парламентская президент президентская парламентская республика приблизительно как это было при януковича в украине а вообще-то это будет зависеть от того не как я сказал медведчуковская конституция в украине 2004 года парламентская президентская потому что смена власти в беларуси она открывает открывает возможности для скупки белорусской промышленности кто ее будет скупать говорят что вот придет запад разорит нет в первую очередь будет новый новый этап скупки белоруссии российскими олигархами кто будет контролировать предприятия приватизированные выкупленные да тот и будет контролировать часть избирательного поля поэтому тихановская с или подобная да оппозиция в парламентской республике сформировавшая правительство выгодно будет для вот этих скупщиков белорусских заводов тем что слабая в политическом и государственно управленческом смысле элита плюс с ней легче оперировать с помощью денег и прочих вещей и они могут как раз объявить приватизацию лукашенко приватизацию не не объявит такую масштабную а вот если лукашенко не будет и будет парламентская президентская республика в которой будет формироваться большинство в том числе с помощью оппозиционных вот этих с участием оппозиционных фракций да даже не обязательно с участием оппозиционных фракций если предположить что будет фракция сформированная во главе с кем-то вот лидеров преемников лукашенко то они тоже могут начать распродажу госаптивов белорусских лукашенко это одно а преемники которые будут после него другие для лукашенко важно важно гарантии неприкосновенности звучит так что для беларуси в любом случае дальше будут темные времена связанные с приватизацией да скорее всего это будет приватизация скорее всего это будет скупка белорусских предприятий российскими российским капиталом в первую очередь кто-то возможно из запада туда влезет но я пока что вижу что так ну а что касается китая то си дзин пин первым поздравил лукашенко с избранием но китай не влазит в эти разборки фактически то борьба за беларусь между теми запад россия и лукашенко вот по крайней мере так было во время президентских выборов до того дня когда начался этот широкий народный протест работяг против милицейского произвола так вот фактически вот это смотрите китай не проигрывает ни в одном ни в одной ситуации любое правительство какая бы ни была система власти в беларуси то есть какая конструкция власти беларуси не было бы они вынуждены просто в силу естественных геополитических обстоятельств поддерживать хорошие отношения с китаем кроме того от китая зависит все игроки по этой цепочке по цепочке вот которая нанизана вот звенья нанизаны на китайские инфраструктурные проекты беларусь польша венгрия да россия и так далее вот поэтому китаю до китая возможно да это некоторый досадный момент что лукашенко поздравили а тут через некоторое время не будет но этот момент не такой досадный по простой по той простой причине что лукашенко если перестанет быть президентом то только лишь потому что он сам решит уйти из власти поэтому куда какой то знаете такой осадок может быть неприятный по большому счету для ледокола китайской политики атомного ледокола для ледокола китайской геополитики этим это как маленькие какие-то льдинки да средние большие но им то все равно магистральный курс проложен и они ну ладно там подсунул кто-то этот айсберг ну и хрен с ним извините за выражение поэтому китай пока что официально никаких заявлений не делает это обычная практика китая во внешней политике им оно не нужно влазить чьи-то дела вот как устаканится так устаканится главное неприкосновенность китайских инвестиций собственности и сохранение то есть преемственности отношений а разве если не придет ко власти какие-то антикитайские настроенные силы это не навредит интересам китая в этом регионе а кто там антикитайские силы вот эта оппозиция прозападная так там в венгрии такой мощный лоббист про китайский или вы думаете что германия будет занимать жесткую антикитайскую позицию в вопросах инвестиций это в канун того что евросоюз и китай готовят готовятся подписать эпохальные соглашения об инвестициях слушайте кто кто антикитайский там или россия антикитайская которая оказалась зависимой от китая во многих вопросах в том числе в этой же геополитике да что может сделать россия против китая в беларуси про российский кандидат ничего точно так же как и про запады а вот приватизация многих предприятий которые интересны китая ой слушайте приватизация так это будет конкурс конкурс да вот насколько он будет прозрачный и справедливый другой вопрос но в любом случае китайские инвестиции могут оказаться более выгодными для то есть китайцы они более могут быть конкурентными в вопросах инвестиционных проектов то есть своих инвестиционных предложений поэтому давайте доживем до этого периода но я не думаю что если вдруг китай не получит китайцы не приватить не выкупят какое-то предприятие в беларуси то они от этого будут очень страдать слушайте у них весь мир открыт для них по всем направлениям поэтому плюс минус ну будет россия значит дружественная так сказать а что касается кстати что касается вагнеровцев это цирк со всех сторон вот сегодня читаю этот не судоплатова и как его не утесов бутусов бутусов написал что там это оказывается таки была спецоперация СБУ чтобы заманить вагнеровцев на территорию Беларуси под ложным предлогом посадить их в самолет который летел бы через территорию Украины и тут бы внедренный в эту группу агент СБУ сказал что ему плохо и самолет бы посадили в Украине и всех вагнеровцев арестовали то есть вот это вот я слушаю да и думаю кстати вот то что вагнеровцы последние рассказывали и россияне рассказывали перед выборами это все украинские спецслужбы ну вот теперь нашелся кто-то с украинской стороны кто озвучил версию по тем мотивам но на самом деле если посмотреть слушайте я думаю что это попытка попытка определенных политических сил которым симпатизирует бутусов вот то что он выдал сегодня это ударить по Зеленскому вот смотрите это все из-за того что офис президента узнал потому операция СБУ накрылась медным тазом если же говорить о версии которая из России последняя была озвучена то какая-то баба и какой-то мужик Вася Пупкин и Соня Ветрова набирали мужиков куда-то да вроде бы серьезных ответственных которые спец подразделение в целом вот такие наивные что из интернета какая-то баба и какой-то мужик набирали наивных развели слушайте ну это же тоже цель поэтому вот история с вагнеровцами для меня выглядит все равно какой-то не до конца понятный тут вопрос когда мы узнаем правду что на самом деле кто там оплашал кто там сплоховал была ли это не существующие спецслужбы не существующего как говорит российская пропаганда государства украина которая пробила восемь восемь раз пробила дно и вот девятая сейчас пробьет да и тут такую такую спецоперацию замутили слушайте 33 вагнеровца угудренных опытом жизнью через интернет через каких-то подставных лиц на какой-то подставной рейс ну трэш да вообще так вот что с выдачей с выдачей главное здесь выдача с лукашенко по-видимому думал что он всех сейчас обведет вокруг пальца с этой антироссийской риторикой и западу карты спутал и прозападные позиции и россии карты спутал но знаете после того как этот протест начался что осталось лукашенко делать понятно идти к путину начать начать разговор о том что дальше ты начал разыгрывать теперь карту россия спаси помоги понятно что он отдал 32 из 33 в россию одного гражданина белоруссии оставил себе и тут вопрос был ли это договорняк или лукашенко решил что оставлю а то скажут что действительно испугался россии как многие перед выборами раскручивали эту тему или же это был договорняк действительно чтобы лукашенко хоть чуть-чуть сохранил в этом смысле лицо договоренность лукашенко и путина сказал путин ладно оставь себе там гражданина белоруссии только осторожно да там поэтому тут что украина ничего не получила и не потеряла а вот лукашенко сделал такое щедрое предложение к диалогу до нормализации к нормализации разговора двустороннего ну и я думаю что в россии на самом деле может и кивают что говорят мы тебе то поддержим поможем на самом деле я не думаю что путин простит лукашенко вот эти его финты все да вот эти его жесткие заигрывания с соединенными штатами вот эту жесткую антироссийскую риторику арест бабарыки вот этих вагнеров цердаю поэтому я думаю что пока что россия российское руководство играется с лукашенко верит лукашенко в искренность россии тут другой вопрос возможно не верит тоже но я думаю что все вот эти разговоры о том что россия поможет как союзное государство или как что там или как в дкб это не больше чем заявление самого лукашенко для того чтобы показать жителям гражданам беларуси что вот смотрите если что вот сейчас нас поддержат поможет помогут то есть это спектакль одного актера с использованием того что там кивает путин невнятно кивая да но лукашенко для лукашенко важно что какие-то сигналы возможные поддержки есть и он это сбрасывает информационное пространство смотрите плюс перед дислокацией этих войск к западной границе это что показать что вот-вот вторгнут так в это вторжение никто не верит если говорить об идее российского вторжения в беларусь как некоторые оппозиционные деятели вот пытаются обкидывать слушайте а против кого и как будет входить будут входить российские войска в беларусь даже та же росгвардия подавлять вот этих работят недовольных тем что их полиция омон там лупили их родственников друзей знакомых да против кого сейчас вводить эту росгвардию и нафига поддерживать этого лукашенко если проще спустить эту всю ситуацию на тормозах аккуратно да реформировать конструкцию власти в беларуси запустить эти выборы и все привести своего кандидата и куда привести своего кандидата бабарыка будет участвовать то есть в любом случае если говорить о возможности новых выборов россия это надеюсь что в россии понимают это предполагаю что понимают и никакой росгвардии никаких войск российских на территории беларуси не будет даже каких-то явных признаков силовой поддержки лукашенко потому что это все это все может толкнуться на выборах тому кандидату на которого может поставить россия неважно это будут выборы президента в случае в том случае если беларусь останется президентской или президентско-парламентской республики просто с некоторым перераспределением полномочий или даже в случае если будет парламентско-президентской или даже просто парламентская республика все равно нужно будет делать ставку на кого-то на лидера политического лидера политической силы которая будет формировать правительство в будущем поэтому я не думаю что кто-то сейчас существует некоторые сейчас вот консенсус мне кажется складывается консенсус в отношении лукашенко между западом и россией вот я критиковал за вот эти большие сделки до высмеивали все вот тут как раз небольшая сделка нету каких-то договорняков таких что все меняем венесуэлу кстати что там поменяли венесуэлу сколько уже два года ее меняют на украину вот меняют да и сирию на фото меняли вот смотрите поменяли да смотрите большиноделкины все меняют так вот это жириновского на них нету владимир вольфович бы рассказал лукашенко так вот по поводу не то чтобы консенсус а некоторые знаете немало моментов в интересах запада и россии в отношении белоруссии лукашенко которые соприкасаются даже совпадают в чем-то вот и на самом деле вот эта вся картина как запад с востоком и восток россия с западами запад с востоком противостоит борется за беларусь активно это то что сейчас разгоняет лукашенко показать что тот он есть если не я мы мы не хотим быть буфером против россии ты хочешь быть буфером против европы российским буфером такая риторика неоднозначная так вот что с лукашенко я думаю что от лукашенко устали и никто его спасать не будет вот некий консенсус сложится если сложится за по поводу того как вывести ситуацию из этого тупика и давайте в завершение пару слов о том что происходит с нашей трехсторонней контактной группы и в частности возможен ли визит и крабчука и фокина на оккупированной территории вы такой вопрос задали из двух частей ну кравчука может быть а шо ему тут вопрос они могут туда поехать в том случае если эта поездка будет санкционирована президентом вот вопрос санкционирует ли президент такую поездку если он не санкционирует то тут вопрос нужно считать просчитывать какая насколько опасно и не опасно и для президента будет реакция со стороны петра порошенко да с его солидарностью солидарность солидарность петра порошенко там со стороны правых радикальных партий и так далее будут ли насколько это вызовет серьезный негативный для президента резонанс а вот это будет главным определяющим фактором то что то что касается готовности этих бывших чиновников высокопоставленных посетить ордло то я думаю что кравчук скорее нет чем там а фокин вполне мог бы поехать поэтому если говорить о санкционировании да я не исключаю что это может может быть какая-то санкция на то чтобы фокин поехал и все равно это достанется много критики офису президента зеленского президенту зеленского за такую ситуацию назначили фокина вообще что происходит с трехсторонней контактной группой вот как только назначили кравчука что мы увидели уйму разных идей которые можно так сказать множество информационных поводов которые обсуждают 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 и за них за ними за этими поводами как за дымовой завесой не видно ни резникова ни данилова ни зеленского ни ермака вот кравчук с за той стороны это вроде бы авторитет за которым резников прячется как главный мотор этой трехсторонней группы как он сам сказал или близкие к нему люди говорят а с другой стороны вот уйма этих информационных поводов то есть видимость движения видимость деятельности и главное кравчук как именно источник этих информационных поводов которых хватит на несколько месяцев для того чтобы за этой дымовой завесой находились все остальные ну и вот фокин то же самое мы увидели первую серию до кравчук и его идеи теперь мы будем смотреть вторую серию фокине его идеи информационном пространстве потом будет возможно еще третья серия возможно будет еще и четвертая серия но я думаю что через полгода а может через год этот этап со стеной за которой можно прятаться стеной в виде кравчука и так далее все это весь этот сезон сезон закончится да сезон я думаю что прогресса от того что назначили фокина не будет там говорят что он будет отвечать за контакты по ту сторону от линии разграничения но я сомневаюсь в том что эти контакты каким-то образом могут привести к разрешению главных стратегических проблем контроль над границей контроль над территорией до выборов во время выборов и главное формат самоуправления самоуправления или особый статус особенности самоуправления от того что фокин будет с кем-то там контактировать так хоть со всеми хоть с каждой собакой может как-то поздороваться не только не только с людьми там с птицами попугаями так далее от этого ничего не изменится стратегические эти проблемы остается кравчук сказал сделал такую а то ли обмолвку то ли просто экспромт у него такой вышел кал но у меня хватит смелости сказать что если прогресса нету этот минские соглашения не работает это это не работает нет смысла этим заниматься поэтому я исключаю что ближе к новому году может быть такой сценарий что скажет ну минских соглашений сейчас главная интрига в чем кравчук сказал что готовится какой-то закон вот тут много много ожидаемые еще марта месяца которые обещали к концу марта начала апреля еще в декабре прошлого года обещали после саммита в париже то будет закон какой-то от президента зеленского его фракции и вот мы увидим что же это за закон с интересом ожидаю а вообще ситуация в украине развивается очень интересно я думаю что осенью два фактора таких как будет ли жесткий жест жесткая вторая волна коронавируса заденет ли она украину отразится негативно украине и второе выборы выборы будут вызовут много вопросов местные выборы много политических баталий дискуссий я не исключаю что эти два фактора запустят начало нового политического сезона и осенью зимой владимир зеленский перейдет экватор своей политической карьеры дальше непонятно кто будет альтернативой однозначно что не эти старые политики но в любом случае экватор его политической политический экватор наступит осенью зимой будем наблюдать спасибо большое владимир напоминаю наш партнер медицинский центр призма и мы благодарны нашим спонсорам подписчикам на патреоне до новых встреч а а а а а Продолжение следует...